Во вторник, 6 августа, в правительстве Рязанской области состоялась церемония награждения спортсменов, тренеров, активистов физической культуры и спорта, работников отрасли региона, посвященной Дню физкультурника. С предстоящим праздником собравшихся поздравил губернатор Олег Ковалев. От всей души вас поздравляю с Российским Днем физкультурника, с нашим праздником. В правительстве обещают не только те, кто профессионально спортом занимается, он объединяет тысячи приверженцев здорового образа жизни, до которых занятия этой структурой стали необъемлемой частью активного отдыха. Именно через массовый спорт идет дорога в спорт высоких достижений. Сейчас в области регулярно посещают спортивные залы и стадионы около 150 тысяч человек. И хотя их отдельный вес, на мой взгляд, еще не достаточно высок, это всего лишь порядка 13%, все-таки он неуклонно растет. И рост этот во многом зависит от материально-технического оснащения отрасли. Поэтому мы уделяем самое серьезное внимание в креплении материальной базы для занятий физической культурой и спортом. Среди наиболее значимых спортивных объектов введены в строй в ближайшие путешествующие годы, отмечу тренировочную ледовую аренду и стадион Олимпийская занятия. Это структурно-спортивный комплекс с искусственным домом в городе САСА, спортивный корпус в Скопине, современный стадион в поселке Лесной, Шивовского района и ряд других спортивных объектов, которые уже функционируют и дают нам хорошую пользу для наших ребят. В этом году мы открываем структурно-спортивный комплекс с поселением Вершацкие, Вьерныши и Марксандра Девки. Аналогичный спорткомплекс строится в Рябшке, поэтому мы готовы начнем строительство в кадре структурно-спортивного комплекса. Меня особенно радует востребованность спортивных объектов и большая социальная отдача этих работ. Сейчас спортшколы при ФСК посещают более 36 тысяч детей и подростков или каждые 4 лет. И мы все равно считаем, что этого мало. Важно, что занимаются они подавляющим в своей площадке бесплатно. Недавно в Рязани началось строительство современного спортивного центра с бассейном Вьерой Вьерой Вьерой. Это будет фок, построенный частным инвестором, который будет тоже в соответствии с соглашением между городом и инвестором, который будет давать возможность детям бесплатно также заниматься там со своим физическим развитием. Мы в этом году в рамках программы 500 бассейнов для УЗА в России в этом году будет построить культурно-осторожительный комплекс, бассейн Рязансского государственного медицинского университета. Мы приступили к созданию центра большого тенниса, который будет отвечать самым высоким международным стандартам. И уже обсуждалась эта тема у министра спорта с тем, чтобы этот проект взять как типовой для развития большого тенниса Российской Федерации. Уверен, что открытие спортивного объекта такого уровня придаст новый импульс развития в регионе не только тенниса, но и в целом спорта больших достижений, которым мы уже добились взаменным успехом. По нашей новой традиции, сегодня дети культурников участвуют спортсменам, которыми гордится Рязанский край. Этот год стал особенно богатым победой. Рязансы блестяще выступали в антарсинерных студенческих играх. Триумфаторами университета стали наши глянцы Николай Олегкин, Артем Кананюк, Евгений Луганцов и Дмитрий Гудинов. И саммест Валерий Куржев. В 2013 году Валерий Куржев, Михаил Полянсков и Николай Олегкин завоевляли титулы чемпионов Европы. Победителями Кубка Европы под зону стали Максим Кузнецов и Андрей Волков. Второе место на чемпионате Европы под зону у Михаила Куляева. Второе место на седьмой всемирных играх по одни олимпийским видам спорта, соревнованиях по джилу-джитсу у Ольги Уссольцевой. Брон за комплисером чемпионата страны стала женская футбольная команда Рязани ТВ. Особого внимания заслуживают достижения наших спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В этом году ими завоевано более 60 медалей в первенствах и чемпионатах России. В международных соревнованиях установлены 4 рекорда России, рекорд мира и рекорд Европы. Совсем недавно рекордсменкой и победительностью чемпионата мира по левому атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата стала Мария Покачева. Дорогие друзья, я очень рад, что в Рязанской области живут и работают такие талантливые спортсмены. Примите мои искренние поздравления с заслуженными наградами. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, успехов и дальнейших достижений и побед. Спасибо. 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 Спасибо.